Здравствуйте, с вами снова Мистер Снэйк, продолжаем проходить, и давайте посмотрим, что нам Мефисто дал. По-моему, у меня эти, да, еще вещи эти остались. Кстати, хочу вас обрадовать, там фармится, все потихонечку, уже пару хороших вещей выбил. Так что потом на Ду-40 попроще будет играть. Ну да, понятно, что фигня, что тоже фигня. Так, а вот это что-то подобное я уже находил, фастер хитрикавери, 9 энергии, это лучше, чем 17 маны, 3 на 9, 27, да, по-моему, будет лучше. Еще и лайтинг резист, давайте на всякий случай уточним, 158, 159, да, не намного лучше, но ладно. Что-то я как-то сбился, по-моему, 40 за каждую энергию по 3 маны должна получать. Ну, что-то нифига не похоже, потому что 18 маны, походу, она получает. 3 на 9, 2 на 9, 18. Хм, странно, ну, видимо, это, да, я что-то перепутал с лайфой паладина, потому что он-то, по-моему, точно должен плюс 3, или это варвар? Ну ладно, не важно. Вообще, если 40 получает там плюс 1,5, по-моему, к лайфу и плюс 2 к мане всего за каждое очко, то что-то какая-то она не очень из себя. Так, вот двухсокетный шлем я себе оставлю, у меня там пару рунных хелл есть, и, по-моему, можно лоры собрать, а лоры это орд с какой-то там еще руной, и он мне даст плюс какой-нибудь там даже скилл. Возможно, я его к пятому акту соберу. Мефисто с того мы сейчас разобьем, может, что-то интересное оттуда выпадет. Это я пока... А, блин, зачем продавать, если... Сейчас мне нужно будет очень много маны, потому что мы попробуем почистить четвертый акт на плеер с 8, просто посмотреть, какой 40 урон сейчас. Потому что нужно будет докачаться до... Ну, не нужно будет вообще, в принципе, докачиваться, но вообще лучше, конечно, за 40-35 левел взять еще до Баала, потому что Баала мочить Близзардом третьего уровня, ну, в принципе, можно, конечно, но лучше что-нибудь потяжелее взять для этого. С 68 тысяч, а жалко, что-то маловато. Хотелось бы... Немного побольше, чтобы, возможно, какой-нибудь посох купить на плюс 2 к Фрозе Норгу. Ну, вроде такие должны быть. Ой, скилл. Так, эм... Да, не очень урон с Близзарда. Совсем прям ни о чем, я бы сказал. Ну, и опыт за них... Ну, я знаю, что за них опыта не дают. Сейчас на каких-нибудь других проверим. Например, на Думах. Где-то они здесь должны быть по-любому. Да ладно. Эти ребята есть, но эти тоже не особо опытные. А, тут... Эти вот спауны разгенерились, так что, возможно, Думов вообще не будет. Наверное, здесь умирает, без шансов. Почему-то он не лечится. Так, кстати, у этих ребят очень сильный ледяной резист, как вы помните, они потом на Аду будут иметь иммунитет к холоду. И вот четвертый акт будет очень проблемным для сорки. Как раз из-за них, поэтому будем такие локации перегенерировать, скорее всего. Ну, кстати, вот убил пару человек, по-моему, там даже миньонов не было. В принципе, неплохо опыта дали. Давайте миньонов поищем сейчас. Потому что на них можно плюс-левел срубить. Точти что сразу. Правда, вот мне сейчас эти плюс-левелы не нужны, мне нужен тридцатый. И дальше. То есть, чем дальше я буду раскачиваться, тем сильнее у меня будет становиться фрозен орб. При том, что я сразу буду одновременно качать и мастерей, и саму арбу. А, по-моему, здесь вообще миньоны не генерятся, насколько я могу помнить. По крайней мере, в нормале. Так что, я думаю, мы даже не найдем здесь ни одного. Потому что это такая локация. Миньоны будут только на следующей. Но это же тоже обычные демоны. А, у меня-то вот згенерились. Ну ладно, тогда вот этих вот поупиваем. Мерку, похоже, они сейчас убьют. Вот сурки вот так вот подходят сзади, ударят ее. Она войдет в хист рекавери и стоит, и ничего сделать не может. Ни скастовать, ни отойти. Вот это вот, на самом деле, страшно бесит. Если еще и мерка мне нужно будет воскрешать, то мне тогда совсем денег ни на что не хватит. Делать ко всем резистансам. И... Один ту энчент, два ту статик филд, колд резист 40. Вообще, в принципе, можно вот этот туник заменить, который мне уже не нужен. И, например, использовать его для усиления мерка. Не так уж бесполезно эта палочка. На начальном этапе энчент может давать... Так, где мне... А, вот. 8-10 дополнительного урона, ну, на норме это не так уж плохо. Ээээ, в смысле... Мне его забиндить нужно просто. Это как так? А че это за баг такой? У него пол-хп, или это не хп, просто показывается? По-моему... Должно хп так показываться, ладно. Продолжаем убивать миньонов. Сейчас у нас мерка стал чуть-чуть сильнее на 8-10 урона. Ну да, на 8 пп, так плохо на миньонах можно поднять лево себе в этой локации. Потому что у вас 4-й здесь само то, чтобы продолжать дальше качаться. В 3-й максе было бессмысленно. Вообще, как я вам рекомендую, если вы, например, проходите не... Не лот по сети. То есть, в лоте того-то вы набиваете 24-й левел, просите протащить вас до... Ну, до обычных древних, попросите их помочь убить вам их. Вы получаете сразу 25-й, и потом идете балл раны. Балл раны, балл раны, да, 45-го левела, или 40-го, как хотите. Вот, там опыт идет намного быстрее, чем вы вот так вот будете сами на 8 пп убивать. Но если вы играете в классику, то там вообще игр поменьше. Ну, понятно, потому что в нее мало кто играет. Потому что об этой фишке с паровозами знают, может быть, и многие, но самим им лень это все эти паровозы таскать. Так что на ПГ, по крайней мере, раньше было 40, так, ну, если 20-ка была и играла... Ну, может, я, конечно, перегибаю палку, может, конечно, и больше, может, 40-50 было. Вот, но обычно, когда вот заходишь так, то игр было созданных так 3-5, и, ну, это, соответственно, тоже 3-5 сорки. Причем, скорее всего, всегда они качались, а все остальные в это время просто паровозы делали. Поэтому их игры были запаролены. Вот, и там их все равно было не видно. Вот, так вот, если вы такую сорку пытаетесь качать, то рекомендуется, ну, я вам тоже рекомендую, проходить 4-й, нет, 3-й акт на 1 ППЛ. То есть вы качаетесь, вот, как я, до... Ну, я не знаю, до 18-го не имеет смысла качаться, потому что, действительно, опыт как-то не особо идет. Слишком долго это нужно делать. Поэтому качаетесь до 14-го, 16-го левела в тристрами, а потом доходите до том, там набиваете 24-й. Ну, вообще, как бы, можно 24-й сильно не заморачиваться, потому что там, действительно, опыт долговато так идет, с 22-го уже уровня в томбах. А сорка, она не очень дамажная, поэтому быстрее прокачаться где-нибудь в другом месте ей до 24-го. Но проще в томбах, потому что там не сильно бьют, и если вы будете, например, качать здесь, такую сорку до 24-го левела, опыта, он, конечно, будет быстрее идти, вот, в этой локации. Но фишка в том, что вы тогда нормально Меркусу ему помогать не сможете, потому что здесь его будут без шансов убивать. Но все-таки во втором акте он поувереннее себя ощущает. Поэтому, в общем-то, и рекомендуется качаться именно в томбах, потому что вас там вряд ли убьют, если только окружат какие-нибудь фантомы, там, я не знаю, скелеты. Но хотя скелеты, они тоже не такие уж сильно дамажные. Мерк их легко с ними справляется, так простите, чуть-чуть. Ну и вот, третий акт вы проходите спокойно на один ППЛ, без всяких заморочек. Ну а вот уже в четвертом акте его можно включить на максимум, качаться желательно, ну, там, где у вас опыт идет, но лучше всего, естественно, опыт идет в последней локации. Вот, там можно набить много-много уровней. Хотя, даже это не обязательно, можно четвертый акт тоже без заморочек пройти. Ну, то есть, левел 30-то хотя бы надо получить, потому что иначе у вас в кошмаре просто опыт не будет идти. Вот, и качаться уже в первом акте Найтмейра, я уже об этом говорил, потому что там очень медленные мобы. Вот, и там идет просто замечательный кач, очень быстро на 8 ППЛ. Так можно набить порядка, я даже не знаю, наверное, левел 60-то даже в первой локации можно набить, в общем, даже спокойно. Так, а что-то у него как-то статик перестал действовать немножко. Вот, хотя бы вот так. Так, ну и потому что из зал стоит, а по нему Близзер так нечасто попадает, и поэтому его, возможно, здесь все долго надо будет запинывать. А сколько у нас со спайкой у нас урон никакой? С спайка вроде побольше. Ну, попробуем. Так, и так затынать у него еще резист хороший к поводу. И поэтому, возможно, его сейчас даже не убить будет. Вот это вот бывает, когда вам дамаги не хватается, чтобы перебить регенерацию моба. Ну, кое-как вместе с мерком, если бы стоял бы без мерка, может быть, даже не хватило. Вот, и поэтому то, что вот люди говорят сейчас много вот этих всяких оттерок, то, что Диабло 3 очень легкая игра, а тем более на хардкоре после того, как Майкер, в общем-то, на харде поиграл, показал, что там, в принципе, все легко, теперь все плюются и говорят, софт, да, ну, типа, лажа. Ну, так вот, я не знаю, как в третьем Диабло, потому что я там не доходил додолго, но вот во втором Диабло, если вы будете даже на софте ходить и просто умирать постоянно, то вы не сможете это пройти, не слушайте никого, то, что, типа, можно тупо за спами всех монстров, умирая по 50 раз подряд, пройти второе Диабло на софте. Не, нифига, вы не сможете просто пройти, потому что, когда вы во втором Диабло умираете, то у вас опыт отнимается на следующих уровнях сложности. Норму-то, конечно, вы пройдете. А вот дальше, если вы будете частенько умирать, то просто... Сейчас, ничего, по-моему, не надо, да? Просто вам... Вот вы подкачаетесь, чуть-чуть умрете, и у вас снова ноль опыта. И вот, набив, например, левел 50, и дальше вы не прокачаетесь. Ну, а там, в принципе, реально практически весь кошмар пройти, кроме вот древних. Соответственно, перед древними нужно будет где-то качаться. Если вы не будете ни качаться, ни фармить, то вам просто дамаги не хватит, чтобы убить древних, потому что вот в Диабло есть вот такая фигня, связанная с регенерацией мобов. И на кошмаре, но она еще так себе, конечно, а вот на Аду она очень сильная. Вот, особенно если вы играете в партии, то есть не один, а на один ППЛ на... Ну, я не знаю. Но все равно довольно сложно будет играть, левел на 60-м проходить. Хотя вот спидран есть за 40-ку, двухстихийку, 60-го левела она сумела там всех одолеть. Дамаг хотя у нее вообще никакой был. Но вот если вы играете в партии на 8 ППЛ, то дамага там вам вообще хватать не будет. Ну, правда, вы там не один, но тем не менее. Все равно вы там все будете часто дохнуть, и регенерация монстров будет настолько сильной, что на Диабло вы вообще никогда не пройдете, пока нормально не прокачаетесь, и нормального шмота не сможете найти. Вот, так что это... Софткор это тоже не так себе. А вообще, в чем разница между софткором и хардкором, я вам объясню, просто чтобы вы не велись на вот эти вот всякие веяния, что сейчас идут. Вообще, хардкор, он, конечно, он дает больше адреналина, но суть в том, что когда вы уже умеете играть в Диабло, то, ну, адреналина вы особо не получаете, потому что можно и софт пройти, стараясь не умирать. Вот, а что на харде? На харде просто нужно чуть-чуть более сейфово играть, то есть не лезть, не лезть постоянно в толпу, кайтить всех монстров. И, ну, вот если вы не в милишникам играете, милишникам-то, конечно, на харде посложнее играть, вот, а если каким-нибудь магам, то, в принципе, не такой уж там сильный адреналин, прям, я бы сказал, просто играете более сейфово. Ну, и если у вас персонаж умирает, то это все. ГГ, ноурия. Вы теряете весь шмот и своего персонажа, если перед этим, конечно, не приняли меры, чтобы шмот этот сохранить. Вот, а софткор, он, как бы, если вы даже умираете, все равно в Диабло умирать, это не круто, то есть если вы постоянно дохнете, где, ну, вот запилите прохождение Диабло, где вы будете умирать по 50 раз. Скорее всего, вам его просто все задислайкают. Также потом будет и встретим Диабло, то есть сейчас это все проходит, пока игрушка только вышла, поэтому были стримы там, где на софте проходили, умирали по 100 тысяч раз, но потом, если кто-то будет пилить такой стрим или прохождение, всем будет не нравится то, что человек будет постоянно умирать в этом Д3, вот, потому что все будут уже уметь играть и умирать себя за всю игру, даже на софте будут, наверное, ну, раза 2, раза 3, вот. И в чем, значит, суть? Если у вас времени полно, то есть вы еще ходите в школу, то, в принципе, конечно, вариант харда, он предпочтительный, потому что это действительно интереснее, но если у вас времени особо нет перекачивать своих персонажей заново, то есть вот это мудрить с этим шматом, постоянно вводить второго человека, ну, а, естественно, вам, если вы на официальном сервере играете, то вам либо второй ключ нужен, чтобы второго человека ввести, ну, по крайней мере, во втором Диабло это можно было замутить, по-моему, с одного айпишника с разными ключами зайти было можно, так что либо второй комп, либо как-то можно было, наверное, даже с одного компа зайти, я видел, что-то на ютубе была такая тема, вот, с одного даже компа заходили, но, чё сказать, если вот у вас времени особо нет, то и, в общем-то, и нафиг этот хардкор, можно пройти, стараясь не умирать вообще, я не знаю, если умерли, то продолжать просто качаться в предыдущих актах, и не нужно вот так вот прям заморачиваться и говорить, что хардкор фигня, на самом деле на софткоре тоже можно не пройти эту игру, всё, я хочу какие-то скиллы прокачать, но пока мне это бессмысленно, так как у меня там левел 26, это я, значит, уже два уровня поднял, ну, полтора, потому что там, о, кстати, Blizzard теперь пятого левела будет, сейчас будет себе просто отлетать, потому что урон у меня сразу стал 120-159, вот, так что не верь там тем людям, которые вообще в Diablo ещё не играли, и кричат, что сапкор вроде как фигня, всё равно Diablo можно пройти, тупо за спами всех монзеров, я думаю, Blizzard там всё равно сделали на Inferno очень хорошую регенерацию, и вам также не будет хватать дамага, если у вас не будет, в общем-то, хороших вещей, ну, уровень там 60-й в любом случае набирается, вот, что мне вот не понравилось в Diablo 3, помимо всего того, что довольно сомнительно, и, возможно, это даже не баги, это, на самом деле, возможно, даже хичи, но вот, что мне действительно не понравилось, и довольно сильно, это то, что максимальный левел всего лишь 60, я не знаю, как там в MMORPG, насколько вам интересно играть после того, как вы докачаетесь до 80-го левела, ну, то есть, как дальше, дальше вы просто тогда ищите себе только шмот, и, как бы, на этом всё. В Diablo же ситуация совершенно другая, то есть, вы проходите игру, набивая левел, ну, я не знаю, ну, например, пусть будет 85-й даже, вы прошли игру, и если вы дальше продолжаете улучшать своего персонажа, то есть, Diablo-то на этом она не заканчивается, вообще, в сетевухе, если вы в неё играете, кстати, хороший такой этот, джевел, оставлю его себе, то там люди качаются дальше, шмот себе собирают, PvP-шатся этими героями, ну, или других делают, и перед этим делают MF-ранеров, чтобы они искали им шмот, и общение там, и всё такое прочее. Это что, уник, что ли? О, что-то я чуть не пропустил. Вот, и... В общем-то, игра на этом не заканчивается, но при этом, когда вы продолжаете дальше играть, искать себе шмот, у вас всегда что-то есть впереди, то есть, 99-й левел в Diablo набить. Это, ребята, недели, наверное, 2 или 3 задротства чистого, причём с хорошим напарником, вот, потому что, ну, в одного это довольно долго всё будет делаться, скорее всего. Вдвоём, наверное, я думаю, побыстрее будет. Я, конечно, 99-й не набивал, но я знаю примерно, как это делать. Вот, если вы качаете сорку, ну, она просто там не сможет справляться одна с... с прислужниками Баала, если только у неё мэрк не с инфинити, и она не лайтинг сорка, вот. А иначе ей обязательно какой-то напарник нужен. Вот, ну, а, соответственно, другие персонажи, они без сорки не смогут быстро туда летать, вот. Ну, и дополнительных... То есть, там как качается, там не так Баал проходит, что вы всё время бегаете с 8-ми человеками на Баал-ранах и качаетесь вплоть до 99-го левела. Нет, конечно, это глупо довольно, потому что там опыт потом вам совершенно идти практически перестанет и гораздо быстрее качаться вдвоём, заводя 6 мулов, вот. В игру не давая эмпатии, и так вам опыт будет идти за 8 человек и делиться на 2, то есть распределяться между вами двумя, и таким образом вы будете получать намного больше опыта, вот. Так вот, 99-й левел набить довольно трудно, ну, и смысла особого не имеет, потому что можно и на 80-м игру пройти, спокойно убивать и Мефисто, и всех остальных. Пвпшиться желательно уровня так с 90-го, ну, как только билд вы заканчиваете свой полностью, чтобы выдавать просто максимальный дамаг, потому что последнюю вещь, которую можно одеть... Так, я даже не помню сейчас, ну, по-моему, 90-го левела точно хватит, то есть нету там вещей, которые бы одевались после... Я не знаю, может быть, даже после 85-го левела нет таких вещей. Вот торч, он 75-й требует, и, по-моему, еще какая-то шмотка там требует чуть больше, чем 75-й левел, и все остальное, соответственно, можно одеть намного раньше, то есть 99-й левел у Диабла особо не нужен. Вот. И поэтому, естественно, что вы продолжаете дальше играть, и у вас всегда есть что-то впереди. Побегали чуть-чуть на Мефисто, ну, в смысле, как, чуть-чуть, много, конечно, раз, пофармили его, а тут раз и левел, и у вас дамаг еще сильнее возрос. Вот. Это всегда приятно. Ну, а так как вы перед Инферно набиваете 60-й левел, и, в общем, все Инферно продолжаете играть, и вы точно знаете, что вы не прокачаетесь, ну, не знаю, меня это, например, вообще дико расстраивает, и не то, что прям там играть сразу мне не захочется, потому что на Инферно нам должно быть все весело и здорово, потому что монстры довольно сильные должны быть, и сложность она развлекает. Вот. Но то, что нет перспективы прокачки, это, конечно, сильно меня расстраивает, и я надеюсь, что Близзы все-таки вернутся к тому, что было, потому что Диабло 3, это не ММО-РПГ, где вы собираете, будете собирать какие-то там, как это называется, я даже забыл, ну, когда много человек фармят одного босса, этого, естественно, все не будет, потому что Диабло, она такая, хоть и в ней очень сильно развит сеттинг, но она больше такая сингловая игра, то есть даже по сети вы качаетесь и фармите шмот чаще всего в одиночку, вот, ну, либо с одним единственным другом, хотя в одиночку, конечно, фармить получается намного быстрее, и если вы будете, например, ну, с другом можно на 8 ПП быстро фармить, вот, но все равно шмоты вы будете находить в итоге меньше, чем вы бы фармили не вместе, а по отдельности, вот. Поэтому, собственно, и в Диабло 3, скорее всего, такого тоже не будет, просто, хотя, вот в Диабло 3, видите, как ввели то, что теперь у каждого свой шмот, и по идее можно будет собирать вот как раз эти пати на боссов, но вопрос в том, что, скорее всего, это вообще против Близзов обернется, вот эта фигня, с тем, что дроп есть у каждого, как сказать, игрока, потому что найдутся такие люди, которые начнут просто фармить боссов, ну, в одного, при этом заводя в игру 4-х человек. Соответственно, что получится? За один ран вы будете получать четвертной дроп. Ну, я не знаю, насколько это будет реализовано, но, в принципе, это уже какая-то дыра в геймплее, и, скорее всего, ей придумают, как пользоваться, и это все, естественно, будет. Так, по-моему, вот Мерку это неплохо будет отдать, потому что у него какая-то вообще фигня еще с нормы. Так что, скорее всего, либо Близзы все вернут, как все это было во второй Диабло, либо это все вообще неизвестно к чему приведет, и, возможно, все так и будут продолжать играть во второй, потому что там спорных моментов, на самом деле, очень много. Все то, что все фичи, которые Близзы придумали, скорее всего, игроки обернут против них же. Ну, я не очень так сильно пока шарю, какие там фичи есть, потому что в ММОшке я не играл, но вот почему-то мне кажется, что всего того, что они напридумали с этим аукционом, тем более, вот, это все до добра не доведет. Поэтому нужно будет что-то с этим решать. Ну, ладно, это все Близзы и без меня решат. Я думаю, у них хватит мозгов на это. А мы пока пройдем второе Диабло. Так, сейчас я уже... А, кстати, надо ППЛ-ки-то отключить, потому что я Кузнеца вообще не смогу убить на 8 ППЛ. Там-то мне точно дамага не хватит. Сейчас нужно 1 ППЛ вернуть. Сколько там? Два левела подняли, два с половиной практически. Просто и лайфа заканчивается, и мана быстро. Сейчас нужно будет быстрее пройти, убить уже Диабло. Так. Не надо вот меня зажимать. Не надо привыкать к тому, что вас могут зажать, потому что на норме-то, конечно, вас не убьют, но на хеле обычно это заканчивается рипа. Так. Вот Кузнец. Сейчас потихонечку здесь вытянем его сюда, чтобы биться не в толпе. Мэрка чуть-чуть поконтролим. Чё-то его так как-то слабо он лечится. У него ещё лайф-флеча никакого нету. И поэтому нужно ему постоянно на него зелья тратить. Так. Ещё ребята сгенерились. У него просто 95% резистов. Акологу. Вообще, кстати, вот не показывается резист, если он равен 95, и может только чисто на глаз определить, что лучше использовать что-нибудь другое. 95, конечно, это не иммунитет, но вот пока у вас нету такого скилла, как колд-мастери, который уменьшает резисты, то он 95% резиста. Это очень серьёзно. Вот. Ну, а у других стихий, кстати, мастери работает немного по-другому. То есть, вот, например, в фаер-мастери вы получаете плюсы дополнительному к дамагу. А чем, в общем-то, колд круче? Получается, в принципе, это вроде как действует одной, ну, одинаково. Вот. Но... не знаю, короче, чем круче или не круче, потому что не хочу сейчас считать, вот, но имейте просто в виду, что сбить резисты меньше, чем на 100 не получится, меньше, чем на минус 100 у монстров, и колд-мастери иммунитет не снимает. То есть, если у моба 100% резист, или, ну, обычно больше, если больше 100, то, значит, он получает иммунитет. Вот. И, соответственно, колд-мастери, если у монстров иммунитет, то оно не отнимает от него его резисты, короче говоря, и иммунитет, естественно, не снимается. Вот. И это касается точно так же для любых других стихий, просто там есть такие шмотки, которые понижают резисты, в общем-то, у монстров. И если у них будет иммунитет, то они тоже его не снимут. Но под аурой так, это я, по-моему, никуда пришел. А почему у меня тогда квест горит? Что я Тироэля выполнил? Ну ладно. Вот. И, так, о чем я говорил? Вот, если у вас есть аура конвишн на мерке, то есть, он с инфинити ходит, то у него уже есть возможность снять иммунитеты, но так как у колд колд иммунных монстров обычно иммунитета дофига, ой, в смысле резистов холода дофига, то, в общем-то, ледяной иммунитет он может снять только в начале кошмара, ой, в начале ада, наверное, потому что в начале кошмара-то нету ни у кого никаких иммунитетов, холода-то тем более. Вот. И, в общем, так, не умирай. Поэтому инфинити, он очень удобен с лайтинг-сорки или амазонки, например, с, ну, точнее, фризонки со скиллом одноимен, который тоже добавляет, в общем-то, урона молнии всем монстрам. Всем остальным инфинити, ну, так себе, потому что колд иммунитет он не снимает, там, в 95% случаев фаер иммунитет, ну, тоже так не очень, чтобы уж сильно прям снимал. Кстати говоря, если инфинити посадить сорки, то вы будете получать еще дополнительно минус 60 к резистам, потому что на инфинити есть, ну, в смысле у мобов, потому что на инфинити вот как раз еще идет отнимание 60 резистов, и там сорка будет нереально сильная, ну, правда, так как инфинити собирается только в полиармах, то такая сорка будет без блока, и я не знаю, наверное, что будет лучше, вот, например, в пвп, ес сорки, потому что, ну, как бы, еске пофигу на блок, потому что все равно у нее все уходит в ману, по-моему, там не блокируется даже пока у вас ес, то есть, щит там можно любой ей одевать, но, естественно, лучше на плюс скиллы, и вот я даже не знаю, что ей будет лучше, то есть, одеть ей инфинити, и таким образом повысить сильно дамаг, либо, ну, взять спирит и хота, и таким образом получить плюс 5 скиллов, так что, если кто-то знает точно, что там оно будет, вы можете отписаться, если кто-то проверял, просто у меня не было возможности это проверить, так, о, перфекопас нашел, сейчас у меня мф-ранер будет еще лучше фармить, потому что у него будет плюс 25 еще к мфу, а, плюс 24, плюс 25 дает руна ист, и, кстати говоря, руна ист еще дает плюс 30 мф, если она вставлена в оружие, вот, ну, понятно, что это очень дорого, а, кстати,